МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец марта, начало апреля – замечательное и любимое время для любителей подлёдного лова. Период интенсивного клёва. Последний лёд – время, когда в водоёме с талами водами начинает поступать кислород, и рыба заметно активизируется. К этому времени обычно и подгадывают организаторы соревнования с озвученным названием «Тагильские торосы». Уже второй раз они проводятся под эгидой Лиги уральских рыболовов на Ленёвском водохранилище, что под Нижним Тагилом. Лига уральских рыболовов образовалась на рубеже нового века, когда несколько любителей рыбной ловли познакомились через интернет и стали делиться своими рыбацкими подвигами, а заодно собираться у костерка да подушиться. Со временем желающих красиво используя отдохнуть и поделиться своими секретами и мастерством становилось всё больше, и назрела необходимость проводить рыболовные фестивали. С тех пор пошло и поехало. В смысле пошли и поехали рыболовы из разных частей нашей страны на соревнования Лиги. Два года назад торосы проводились здесь же, но погода тогда была более благосклонной к рыболовам. Солнце пригревало, ветра не было и рыба клевала достаточно бодро. Нынешняя погода не балует. Сильный северо-восточный ветер, не по-мартовски морозно, и рыба ведёт себя совсем неактивно. На прошлых соревнованиях некоторые участники даже пытались нарушать правила. Чтобы не терять времени, они не убирали рыбу в полиэтиленовый мешок, как это оговорено в правилах, оставляли её прямо на льду. Тогда, два года назад, сама природа звала на лёд. Солнце позволяло принимать весенний загар, благо и температура была плюсовая, и в соревнованиях принимали участие даже совсем юные рыболовы. Причём и им удача улыбалась, без рыбы не остался ни один участник. В этот раз даже оградительные флажки норовили сорваться с места и унестись вслед за рыбаками, ищущих уволистые места. Ленёвский пруд был принят в эксплуатацию в 1979 году. Он вытянут в длину с юга на север на 16 километров. Наибольшая ширина – 4 километра. В пруд впадают 7 речек. Карасиха, Малая и Большая Выдерга, Тагил и другие. Наибольшая глубина пруда в районе плотина – около 17 метров. Кстати, в месте проведения фестиваля, где Карасиха впадает в пруд, разброс глубин был от 2 до 8 метров. Украшают Ленёвский водоём три красавца острова – Берёзовый, Касаниной и Малый. Вверховье мелководно, закоряжено и труднодоступно из-за отсутствия нормальных дорог. В середине 70-х, ещё до возведения плотины, в речках, текущих среди травянистых берегов, водилось много рыбы. Окунь, лещ, сорожка, ёрш, линь, елец, чука, налим. В общем, рыбы Ленёвского водохранилища традиционно для пресноводных обитателей рек и водоёмов обского бассейна. Говаривали, но нам тогда ещё начинающим рыбакам не верилось, что там, где мы рыбачили, будет дно гигантского плода – Ленёвского водохранилища. Водохранилище появилось, развелось много рыбы, построили пансионат базы отдыха в нижней части плода. Гидротехнические сооружения возводили наспех в середине 70-х. Воспользовались засушливым летом. Как известно, спешка к добру не приводит. Позже при обследовании было установлено. Основной затвор поднимается на высоту всего полтора метра вместо пяти метров в проекте, что снижает его пропускную способность. Всё это в дальнейшем сказалось на обитателях водоёмов. В 1998 году водолазы по колено ходили в мёртвой рыбе, изучая причину засорения шлёзов плотины. Невероятное количество рыбы погибало зазря. Катастрофа повторилась. Смешно да не до смеха 1 апреля 2003 года. Прокуратура не раз возбуждала против промышленников уголовные дела. Но всё это не спасло водоём от экологических варфоломеевских ночей и дней. Однако пруд оживал и оживает снова, вопреки всему, и радует опять. Пока лишь окунем, щукой и вершом. Начинает попадаться сорожка и мелкий лещ. Но исчезли налим, нелец и линь. Каждому, кто хоть раз в жизни держал в руке удочку, снится клёвый день. И инстинкт первобытного рыболова гонит неугомонных подальше от жилых мест. Может, поэтому сюда, за 10-12 километров от плотины, по снегу и льду приезжают на машинах, иногда рискуя провалиться по первому и последнему льду. Хотя по расходам горючего, времени, опасности, пойманная добыча обычно не оправдывает таких жертв. Ощущение сопричастности и неразрывности с водно-ледовыми акваториями закоряженного Верховья манит рыцарь и зимний ловли к мёртвому лесу. А если улов большой, то сердце рыбака поёт, а путь за семь гарей не страшит. Путь от станции Ленёвка до речки Карасиха по хорошей накатной дороге поздней весной труднее, чем летом или зимой. Но в ней своя прелесть. Тишина, безмолвие, робкий стук дятлов и голоса проснувшихся синячек. Когда выходишь к водоему, впечатляет захватывающий вид гор на противоположном берегу. А в ясную погоду видна даже сложная двухкупольная вершина горы Белый, что на западном берегу Чёрноисточинского пруда, в 20 километрах от Ленёвки. На льду более полусотни рыбаков из Екатеринбурга, Серова, Магнитогорска и других городов Урала. Утверждают, что один из участников привыл аж из Германии. Правда, обнаружить его на льду так и не удалось. Возможно, где-то спрятался от пронизывающего северного ветра. Боевой настрой рыболовов очевиден. Желание соревноваться и побеждать наблюдается на каждом участке льда. Рыбачит и по двое, и по одному, и с лёдами бегают в поисках рыбы. Доподлинно известно, что клюёт обычно вчера и завтра, и не здесь, а где-то там, за горизонтом. Сегодня, в отличие от прошлых тарусов, судьями был испытан метод постоянного хвостового учёта, который показал высокую эффективность. Подлог был полностью исключён. Каждые 15 минут судья в своей отведённой зоне регистрировал количество выловленных каждым участником рыб. Соревновательный день подходит к концу. Уставшие, но довольные рыбаки возвращаются к месту старта. Благодаря хорошей подготовительной работе подсчёт результатов удалось провести в рекордно короткий срок. С момента взвешивания последнего пакета до награждения прошло всего 15 минут. Правда, надо признать, что уловы сегодня не впечатляют. У троих призёров, взятых гельчаней, чуть больше 4 килограммов на троих. А вот самого крупного окуня, 160 граммов, выловил представитель Екатеринбурга Александр Уваров. Великан Ёрш немного не дотянул до этого веса. 140 граммов. К неожиданностям нынешних соревнований можно, безусловно, отнести удачное выступление молодых и, значит, менее опытных участников. Наверное, это произошло потому, что новичкам всегда везёт. А может, и потому, что у молодых желание побеждать сильнее, чем у старших товарищей. Пока идёт взвешивание, самое время поговорить о том, какая рыбина сошла с крючка, какие обрывы и поклёвки были. И если бы чуть-чуть удачи, то первое место, конечно же, досталось бы другим участникам. Вот так за чаем и бутербродами рождаются рыбацкие легенды и мифы. Пока судьи подписывали грамоты и распределяли призы, желающие могли поучаствовать в конкурсах, первым из которых был исконно российский «Перетягивание каната». С каждой стороны команда по пять человек, но вставали и по шестеро, и по семеро, да это и не важно, кто кого перетянет. Принцип здесь олимпийский. Главное не победа, а участие. Сильнейшим достались эксклюзивные призы – чекушки с фирменной этикеткой «Тагильские торосы-2008». Аналогов, как легко догадаться, в мире не существует. Можно сказать, коллекционное издание со свойственным рыбакам юмором. Организаторы рекомендовали драгоценность не употреблять, а поставить дома, на видном месте и любоваться. Ко второму конкурсу участники готовились со всей ответственностью. Сверление лунок на скорость не терпит слабых и неторопливых. Здесь, естественно, есть свои хитрости. Бурят обычно ледобурами с небольшим диаметром шнека. Конечно, и победить должен был тот, кто помоложе, да побыстрее. И награда ему соответствующая – ледобур. Цели и задачи на соревнованиях ставятся серьезнее. Популяризация современных способов ловли рыбы, развитие любительского и спортивного рыболовства, повышение мастерства участников, выявление сильнейших. Но один пункт не пишется в официальных протоколах. Это встречи старых, хороших друзей и приобретение новых знакомых. Наверное, в этом и есть основная цель таких встреч. Иван Петрович Никонов – самый опытный рыбак. 82 года. Он исходил этот пруд вдоль и поперек. Знает каждую ямку и различные отмели и плесы. Старейшина рассказал, что вчера он здесь же наловил гораздо больше нынешних победителей. Что ж сегодня, возможно, сказалось соревновательное волнение. А может, для победы ему как раз не хватало удобного раскладного стула. Теперь для победы у него есть все условия. АПЛОДИСМЕНТЫ За самую маленькую рыбку... Покажите рыбу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не вижу. АПЛОДИСМЕНТЫ Ёж! Граммы не определены. Размер приблизительно 3 сантиметра. Вес самой маленькой рыбки Ёршика. Определить не удалось. Не нашли таких точных весов. Выловил этого гиганта третий призер Алексей Пухнавцев. За что и получил огромный воблер. АПЛОДИСМЕНТЫ Наверняка юные рыбаки тоже приедут сюда через год. Каждый из них получил по зимней удочке и грамоте. Будет чем похвастаться перед сверстниками. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так, несмотря на сильный ветер и совсем не весенний морозец, прошли соревнования на Леневском водохранилище. Главный итог – полученный заряд бодрости, которого хватит до следующих соревнований и фестивалей, проводимых лилий уральских рыболов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова